Мы собирали автомобильные компании, ну, Daimler, значит, Рене Панар, Левасор, Арман Пежо, Отто. Все эти люди пытались создать транспортное средство, которое каким-то образом перевозило человека из точки А в точку Б. И при этом было самостоятельно в своем движении, не приводилось к он или, лучше, к какой-то другой силы. Вот, и, собственно говоря, над чем работают сами конструкторы? Над тем, чтобы придать надежность и, собственно говоря, автономию своему средству и возможность быстро передвигаться. Конечно же, братья Мишленов начинают общаться с конструкторами и обращать их внимание на то, что надо бы установить на ваши автомобили, зарождающиеся вот эти самодвижущиеся коляски, по сути говоря, которые всего на 4 км в час их скорость была выше, чем того же самого велогонщика, который проехал Париж-Брест-Париж. Реально на 4 км всего они превышали скорость велогонщика. Они начинают работать продуктивно достаточно с конструкторами, участвуют в гонках. Причем впервые в 1895 году они выходят на одну из гонок, которая там порядка 1200 км. Представляете, машина 1200 км. Выходит в составе именно экипажа машины гоночной. Машина это была Пежо. Называлась она Эклер, Эклер, Молния. И они пришли последние. Ле-Эклер? Эклер, да. Эклер, хорош. Да, абсолютно точно. Они пришли последние, потому что постоянно в дороге останавливались и не лишили. Я вас снял и в ГАИ отправлю это.